добрый день мои хорошие я сейчас иду калочке хочу забрать плавательное кресло которое мы с ней купили когда отдыхали в греции я сегодня по вашему желанию нарядилась в платье которое купила по своему собственному желанию но к этому платью надела кроссовки как вы мне говорили ребята я когда увидела себя в зеркало и увидела эти белые торчащие ноги мне стало не по себе думаю и как я пойду идти здесь конечно недалеко страшно в таком виде в платье в кроссовках посмотрим что будет как на меня будут коситься ли все нормальные женщины ходят в брюках а я выгляделась в платье да еще в кроссовке вот так надо ходить вот так мне привычнее платье замечательное дышит потому что она хлопковая но кроссовки меня убивают в общем короче я решила двигаться перебежками мужик на встречу прошел испытываю чувство стыда сейчас где-нибудь встану и покажу как я выгляжу это смех и грех ребята это просто стыдоба любезно попросила девушку снять меня она заулыбалась я не знаю я не вижу чтобы кто-то шел в платье в кроссовках какого какой позор вы меня заставляете испытывать хорошо здесь кусты и народу мало а ветер какой приятный а платье как хорошо дышит господи ладно мама дорогая может правда привыкнуть надо в общем ребята напишите пожалуйста украшение вот замечательный вот вот очень подходит прям так нравится мне кажется очень хорошо подходит к этому платью но кроссовки и пипец полный вот мы не приготовили кресло пришла в квартиру точно кресло ого вроде да так 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 Вот так тещи должны приходить в квартиру. Им оставили вещи. И ты забрали. И дело с концом. И никуда лезть не надо. Дети должны жить так, как они хотят. А не так, как хотим мы. Все, пошли. Потом многие приходят, свои правила устанавливают. Нечего тут устанавливать свои правила. Дети сами установят те правила, по которым будут жить. Вот так. Все. Что-то как-то не очень уговаривается, что я королева. Ой, пошли теперь в магазин. Пошли позориться дальше. Иду в магазин вот в этот. Смотрите, какая мальва красивая. Разные-разные. Думала, кто-то идет сзади. Позади, точнее, сзади. Зашла в магазин, где раньше работала. Но купила продуктов. Вот. Ну как тут можно ходить с такими сумками модно? Тяжесть же неимоверная. Тянешь-тянешь в руках. В общем, короче, сумки к моде не имеют никакого отношения. Это ужасно. Это позорно. Но сумки никто не отменял. Придется тащить. Потому что сейчас приду, и мне нужно будет готовить для мамы и для тети. А еще сегодня я хочу испечь пирог, который я вам обещала. Но я купила рыбные консервы сайру. И хочу добавить в начинку, где лук и яйцо. Вот мне кажется, с рыбой оно будет самое оно. Такой рыбный заливной пирог. Приготовлю и выложу. Покажу вам рецепт, как вы просили. И заодно маме и тете пирога отнесу. Пришла домой и поняла, от чувства стыда избавляю от тяжелой сумки. Ты уже не думаешь, во что ты одет. Ты думаешь, как бы тебе это донести. Фух. Сейчас приготовлю овощи. Маме и тете они очень любят. Ну и себе немножко оставлю, пока я в Москве. И вечером к маме и тете пойдем. Пришла домой и первое, что сделала, побежала, включила кондиционер. Ну, в общем так, выводы по платью. Платье шикарное, свободное. Все кругом дышит. Все кругом, простите, воздух гуляет везде. Платье хорошее. Но кроссовки смущают напрочь. Что-то я как-то к этому вот, ну, не это, не могу привыкнуть. Может, какие-то другие кроссовки здесь должны быть. Хочу побыстрее вот это видео выложить сегодня, чтобы послушать ваши советы. Может, вообще я как это, как чучело огородное ходила. Но, ребята, ну, что могу сказать? Веревки вы из меня вьете. Вьете веревки. Господи, надеюсь, что напишете, что все хорошо. Волосы не укладывала, потому что жарко. Сейчас в ванной колорифер, не колорифер, как он там дает вот батареи, горячущие, там просто не уложишь, не устоишь. Ну, в общем, надеюсь, что вы мне скажете, тетя Люба, так хорошо, так хорошо, тетя Люба, так хорошо, так хорошо. Надеюсь. Ну, а что услышу, то услышу. Все, сейчас буду монтировать видео и готовить еду. Носочки, кстати, тоже, вот видите, подвернула. Как вы вот мне говорили, чтобы носки были короткие. Может, надо было вообще без носков. Ну-ка, если вообще без носков. Да как без носков носить-то? О, вот так, чтобы пятка торчала, да? Вот так, да? Вот так надо в платье ходить. Ой. Ну да, ножки, как у козы, рожки. Фу, без носков как-то совсем не так. Показываю, что купила. Мама с тетей очень любят салат. Купила вот такой салат. Называется салат Лолоросса. Это один качан вот этого салата. Вот такой вот огромный, красивый. Для того, чтобы сделать овощи в противне, я купила перец красный, кабачки три упаковки, две упаковки по два баклажана и помидоры. Чели. Это помидоры и огурцы для того, чтобы приготовить салат. Ну, себе на ужин. Сейчас все овощи порежу. И буду тушить их чуть-чуть, слегка, на противне. Потому что здесь много. Я хочу и себе, и маме, и тете оставить, когда завтра после курьера поеду на дачу, оставить побольше тушеных овощей. Они очень любят сейчас в жару овощи, в общем-то, самое оно. И еще купила банку сайры. Это для нашего с вами пирога. Сначала тушим овощи. Одновременно все не получится, ребят. Ну, очень жарко, очень жарко. Так что вот, сначала тушим овощи. Камера у меня схалтурила. И где девушка меня снимала в платье, не получилось. И еще несколько сюжетов тоже не получилось. Ой, хотела смонтировать, побыстрее выложить. И услышать ваше мнение. Ладно. Во всем надо искать плюсы. Не получилось, значит не получилось. Сейчас буду резать и готовить овощи для мамы и тети. Как и говорили. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» И в духовочку Все, пусть готовится Решила сразу, не откладывая в долгий ящик, добежать до мясного Купить кефир, пряженку Так, что я еще-то хотела купить? Кефир, пряженку А, сметана для пирога Ну, сейчас заодно, ребята, и пойду Найду местечко Где-нибудь сниму себя Потому что Не получились кадры Сейчас форматнула Карту памяти Может, в карте памяти дело А может, и в камере опять, как всегда Сейчас покажу вам в зеркале себя сначала Ноги белые торчат Платье, мешок Вот как-то так Так Не знаю Вот, кроссовки С кроссовками как-то вот С кроссовками чудно Ой Не успела выйти И дождик накрапывает Ну вот, немножко Вам себя сняла Надеюсь, было видно Испытываю Жуткое чувство стыда В платье и в кроссовках Очень много Вот что еще хотела сказать Раньше Видела в продаже Много таких платьев Но Ни одного платья Не видела на женщинах Таких Ни одного Расцветки были в магазине Тогда разные Помните, я выбирала Но ни одного платья Ни на ком Такого я не видела Ну, типа такого Может, не понравились Одно и мне понравились Но мне понравилось То, что оно свободное Абсолютно Как ночнушка Надел и пошел Вот просто надел И побежал Так что Вот как-то так Овощи у меня Немножко подвялились Теперь Я добавляю Помидоры Я добавила К своему овощному рагу Еще Цветной капусты Это тоже Очень вкусно И полезно Не хотела Я готовить И для себя Полезные блюда Не хотела Вот серьезно Но В такую жару Как-то ничего Не хочется кушать Кроме овощей Глядишь Может быть И привыкну Было бы, конечно Очень здорово Привыкнуть К правильному питанию К правильной пище А какая она сейчас Правильная Ну вот овощи мы покупаем Ну и чего Ну овощи-то эти все Господи ты боже мой Где они выращены Выращены они За границей У наших еще нет овощей А наши Кто наши выращивает овощи У нас в стране Редко когда попадешь На овощеводы Который Отечественный овощевод В основном Все идет Из-за границы Поэтому неизвестно Что полезнее Мне кажется Сейчас полезных продуктов В принципе Не существует Так Сейчас я добавлю В те овощи Которые у меня есть Томаты Тоже крупно порежу Эти овощи Могут служить Как и самостоятельным блюдом Так и гарниром Давайте хоть попробуем Что за помидор Сладкие Так Теперь Теперь я закрою Часть противня Парльбой Ну так Плотно я закрывать не буду И еще минут на 20 Минус 15 Они у нас потушились Вес фольги Теперь 20 минут Пусть тушится с фольгой Так Прошло 10 минут Хочу посмотреть Что у меня там Как говорится Створится Ай Ай Горячо как Господи Так Первоначально я тушила При температуре 130 градусов Знаете так Подтушивала Чуть-чуть Ой Вот так Сейчас открою И перемешать И перемешать надо Вот Ох Какая красота Сейчас перемешаем А сейчас я уже Подтушиваю При температуре 170 градусов Вот Так Ох Красота Какая Видите Какие овощи Получаются Когда в духовке Так Сейчас посмотрим Что у нас готово А что еще не готово Сейчас я потыкаю Как говорится Ну а что Все так тыкают Так Вот Перемешаем Так Ну что Достанем тарелку И как говорится Потыкаем Так Отодвиньтесь Чуть-чуть Сейчас Я вас наклоню Самую малость Мы с вами проверим Так Вот я беру кабачок Ой Ммм 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 Готовность наполовину Рано Так Теперь Синенький Готов Так Перчик Вижу Что не готов Помидорки Подвялились И цветной капусте Еще надо Подвялиться Значит Закрываем Еще чуть-чуть Сбрызну маслицем Чуть-чуть Ну прям Совсем Вот так Чуть-чуть Подсолю Подсолить надо Совсем Недосолоно Мама с тетей Не любят Когда сильно Соленое Поэтому Пусть лучше Они на столе Как говорится Посолят Недосол на столе А пересол на спине Поговорка такая Ммм Замечательно Сочно Так Закрываю И еще минут На 10 Какая красота Какая же вкуснота И красота Ребят Потом Можно будет Порезать Зелень Закрываем Фольгу Как было Поджимаем Обжимаем Раньше Я тушила Всегда В сковороде И приходилось Несколько Несколькими Партиями Ну а сейчас Чего Вот Как говорится И все Сейчас Овощей Уже много Употребляем Поэтому Вот так Температура У меня 170 градусов Вот Вот и все Наши овощи Готовы И капуста И капуста Тоже готова Вот такая Красота Получилась Единственное Что Ребят Помидоры Конечно Нужно было Положить Еще позже Вот С помидорками Проблемка А так Все очень Даже здорово По вкусу Кто хочет Может добавить Чеснок Укроп Петрушку Кинзу Можно лук Тоже крупными кольцами Но так как я делала Для своих старших девочек И для себя Я не стала этого добавлять Что-то у нас в лифте Пахнет гориллом Так Я надела шарфик И Белые кроссовки Может быть С белыми кроссовками Лучше Притащила две сумки Три батона хлеба Половина черного Три огромных бутылки Квас Овощи Рагу То что тушила И обнаружила нет колбасы сыра Вот Сейчас еще идем в магазин О, ребята Какая у меня духота Это невозможно Очень душно Сейчас уже поздно Я уже возвращаюсь домой Посидели Поболтали Покушали Пошла еще раз Сходила в магазин Купила им мороженое Покушали 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 Купила Покушали Как же у девчонок у моих жарко, это просто ужас. Надо зайти посмотреть, есть ли зеленый лук, а то из чего мы будем печь с вами пирог. Зеленый лук очень любит. Тетя Валя посмотрела на меня оценивающе и сказала, что-то я не видела у тебя такого платья. И все, больше ничего. Это говорит о том, что я ей в нем не понравилась. Ну и ладно. Но на самом деле платье очень хорошее. Я говорю, оно легкое, но в душном помещении в нем почему-то жарко. Хотя оно хлопковое.